Летун Вы спрашиваете меня о том русском парне, что воевал в нашей 42-й эскадриле, месье? Да, я отлично его помню. Он летал у нас на двухмоторном патроне. Его звали Павел Аркеев, и о нем говорила вся Франция. Д'Аржефф, так называли его у нас. Был еще один русский, Виктор Федоров. Я помню тот день, когда он прибыл к нам. Это было в июле 1915 года. Сутками лил дождь. Штаб отменил все полеты. Думаете, мы расстроились? Ничего. Вечерами, хорошо нагрузившись шампанским, мы отправлялись в соседний городок, спускать свои летные деньги на барыжни. Плохая погода подарила тогда многим из нас еще несколько дней жизни. Будущий студент-правовед Федоров, сын алматинского учителя гимназии, выдержав экзамены весной 1906 года, отправился домой, в родной город Верный, сегодняшнюю Алмату, навестить родителей. Дорога предстояла долгая, и пылкий юноша решил воспользоваться купейными разговорами для пропаганды своих прогрессивных идей. Кто-то из внимательных слушателей донес на Федорова. В протоколе ареста значилось. Со слов свидетелей он их бесед, что задержанный, помимо прочего, называл государя-императора и шаком, и кровопийцей. Оратор был снят с поезда и припровожден под конвоем в Ташкент для дальнейшего разбирательства. Тут-то и произошел конфуз. Узник бежал. Охранники Талдичеля одно «не могу знать» и толком ничего не могли объяснить. Спустя год Виктор Федоров объявился в Париже. 1 августа 1914 года в российском посольстве на улице Гринель в Париже было людно. По случаю объявления войны в церкви при посольстве был назначен торжественный молебен. Среди визитеров немало поднадзорных, скрывавшихся в Париже от российской полиции. В многочисленной толпе, распевающей Божий царя храни, был замечен и беглый социал-демократ Виктор Федоров. Федоров совсем другой. Он противник царского режима. Можно ли сказать, что он большевик? Нет. Потому что во время войны большевизма не существовало. Здесь он в ином положении. Во Франции он беженец и полит-эмигрант. Он идет добровольцем на фронт и проходит службу в иностранном легионе, во втором пехотном полу. Разумеется, мы не знали, что он русский, из легионеров. Я узнал это только после того, как новый пилот передал мне свои документы и назначения в наш отряд. Усики, мундир, выражение лица. Все было безупречно. Теперь таких лиц не делают, как любил говорить мой штурман. А Павел Аргеев, как человек действия, 1 августа 1914 года направился прямо к российскому военному атташе к графу Алексею Игнатьеву. Аргеев – потолстанный кадровый военный. Возможно, слишком либеральный в своих взглядах обстановки той России. Он не захотел подвергнуть наказанию рядового, потому что считал такой шаг несправедливым. Он был молодым лейтенантом, который отказался выполнить приказ вышестоящего начальства. Поэтому ему и пришлось расстаться с армией навсегда. Он приехал во Францию. Хлопоты графа Игнатьева во французском военном министерстве за отставного русского офицера увенчались успехом. Бывшему поручику присвоено звание лейтенанта французской армии. Он принят в только что сформированный 331-й пехотный полк. По собственной воле Аргеев отправляется в самое пекло. Когда в конце 15-го года Аргеев и Федоров к нам прибыли, мы несли огромные потери. Мы едва успевали хоронить наших ребят. В траншеях было и того хуже. Там гибли целыми подразделениями. Мы ждали пополнения. Просили хотя бы человек шесть, а прибыль только двое. Такие новички в эскадрилье с несколькими часами налета первые кандидаты в покойники. Да, месье, мы-то это понимали. А они там, наверху, нет. Но как потом оказалось, зря я так переживал. Виктор и Павел стоили дюжины молодых пилотов. Пятая маршевая рота, где служил лейтенант Аргеев, несла огромные потери. Всего семь дней боев и ни одного офицера французов живы. В разгаре боя лейтенант Аргеев берет командование на себя. Там же, на поле боя, его производят в капитаны. А позже награждают военным крестом. В бою под Верденом Аргеев получает осколочное ранение в плечо. Рана оказалась тяжелой. Похоже, этот капитан уже отвоевался. А в мае 1915 года медсестра в госпитале сообщает ему, что он представлен к высшей награде Франции Ордену Почетного Легиона. В это время легионер первого класса, рядовой Федоров, служит в пулеметном расчете. Свои капральские нашивки он получил уже через два месяца после начала войны. В Легионе легко выдвинуться, но столь же легко потерять свои новые погоны. Через восемь месяцев боев капрал получает сразу два ранения. В голову и в ногу. Федоров становится французом. По правилу Легиона, всякий, проливший кровь за Францию, может, если захочет стать ее гражданином. Путь домой, в Россию, ему был закрыт. Там он в розыске, а охранка ничего не забывает. Мнение медкомиссии единодушно и твердо. После такого ранения капрал Федоров воевать в Легионе не может. Впрочем, так же, как и капитан Аргеев. К пехотинцам очень высокие требования. Другое дело авиаторы. У них там в небе просто санаторий. Вчерашние пехотинцы отправляются в авиашколу. Виктор Федоров учится летать в Дижоне, а Павел Аргеев в Дугни. Когда Россия вступила в войну в 1914 году, то у нее было примерно 190 самолетов, в основном французского производства. Пилоты перешли из линейных частей или из царской гвардии. Они были влюблены в авиацию, но для них она была все-таки спортом. В этом они были схожи с англичанами, которые все умудряются превратить в красивый спорт, даже войну. Русские военные летчики были прекрасно подготовлены в первой в России авиашколе в Гатчине. В 1910 году под Петербургом, в Гатчине, открылось первое российское товарищество в воздухоплавании Щетинина. Авиашкола, где готовили гражданских пилотов из платежеспособной публики. В те годы аэродром в Гатчине был мало приспособлен для полетов. Нужно было иметь самообладание для посадки на Гатчинском поле, чтобы не задеть шныряющих по полю собак и коров. Конечно, не обидно видеть такое небрежение к этому памятнику, но ничего не сделать, все уходит. Первые полеты, первые летчики, первая военная авиация – это все родина, конечно, Гатчины. Все практически первые летчики стали участниками Первой мировой войны. Из этой школы, я думаю, все практически ушли на фронты, потому что, судя по тем документам, они все были участниками. Здесь были не простые полеты, это были отработки технических новшеств. Поэтому не случайно так часто были аварии, так часто летчики гибли. Именно из Гатчины были сделаны первые крупные воздушные перелеты. Ну, допустим, Гатчина – Киев. Это действительно была прежде всего школа. Школа, где ковались кадры, где работали очень сильные педагоги. Выпускник Гатчинской авиашколы Александр Казаков установил на своем Ньюпоре пулемет «Максим». Стрелять из него без синхронизатора было смертельно опасным трюком. Пули часто попадали в собственный винт. Голландский инженер Фоккер, который сотрудничал с немцами, изобрел синхронизатор. Теперь пулемет мог стрелять в шаг винта. В результате почти полгода немецкая авиация господствовала в воздухе, пока союзники не смогли создать свой синхронизатор. Тогда-то и появилось понятие «Ас», что означает «карточный туз». Чтобы стать «Асом», на Западном фронте нужно было сбить семь самолетов противника, а на русско-германском – пять. Немецкий «Ас» Барон фон Рихтгоффен сбил за свою недолгую жизнь 80 самолетов. Он приказал выкрасить свою машину в красный цвет, чтобы противник уже издалека понимал, кто перед ним. И все-таки его сбили британские пилоты. Первый раз в небо над Верденом Виктора поднял я, познакомил его с охотничьими угодьями, где ему предстояло гоняться за фокерами и стараться не стать их течью. Новичок занял место стрелка-наблюдатель в нашем стареньком Вуазене. При встрече с пассивником шансов уцелеть у нас было совсем немного. Новые фокеры летали быстрее, а наша старая, ловкая, выжать из машины все и спрятаться за облаками, теперь тоже не спасала. Потолок новых фокеров был гораздо выше, чем у наших верных осликов. Да и небо прояснилось настолько, что нечего было даже и надеяться на спасение в облаках. Помню, пошутил тогда в нашем бесшабашном стиле смертников. Прекрасный день, чтобы умереть. Не правда ли, сержант Федоров? Главное для новичка – выжить в первую неделю. И не сделать роковой ошибки. Не перевернуться при посадке. И не дать зайти себе в хвост. Не лететь больше одной минуты по прямой. И все время крутить головой в полете. Оборачиваться назад. Глаза пилота должны быть на затылке. На Западном фронте молодой пилот в среднем успевал повоевать всего 7 дней. Если он не был сбит в первые дни, у него появлялся шанс прожить чуть дольше. Из тех, кто начинал войну в 1914 году, почти никто не уцелел. Если кто и дождался победы, то просто потому, что больше не мог летать. Слепота, ожоги, сумасшедший дом, калеки с молодыми лицами. Первые летчики были столь же суеверны, как и средневековые войны. Пилоты никогда не произносили в разговоре слово «последний». Только «крайний». Механики никогда не желали своим летчикам счастливого полета. Пожелать можно было только удачу. Лишь от нее зависит возвращение домой. Не стоит бриться перед вылетом. А перчатку нужно обязательно сначала одевать на правую руку и только потом на левую. Вечером пилоты обычно собирались за общим столом, поминали тех, кто еще вчера сидел рядом с ними, а сегодня уже не вернулся. И старались больше не думать о своем завтра. Наша жизнь зависела от собранности, точного расчета и меткости, а еще от исправности мотора и пулемета. В небе не было ужаса окопной войны, которую пережили наш Виктор и капитан Аргеев. Смерть в небе по молодости казалась нам красивой и романтичной. Смерть в небе по молодости Подъем в эскадрильях был ранним. Вставали затемно и вылетались первыми лучами солнца, чтобы поймать восходящие потоки воздуха. В тот летний день 21 июня Федоров проснулся раньше обычного, умылся, натянул китель и отправился в столовую. И тут он услышал артиллерийскую стрельбу. Рядом палили пушки по немецкому аэроплану, который сбросил бомбы на еще не проснувшийся городок. Наглая бомбежка мирных жителей возмутила пилотов, и они тут же решили в отместку напасть на немецкий аэродром. Федоров обнаруживает немецкий аэроплан и немедленно атакует его. Он выключает моторы, падает и крутым поворотом берет немца в хвост. Немец переворачивается на спину и падает на землю, в трех-четырех километрах от французских линий. Об этой победе, которую ему не засчитали, Федоров говорил сухо, словно стесняясь ее. Мой второй немец дался мне настолько легко, что говорить о нем не хочется. Да, наш Виктор никогда не упускал случая атаковать неприятельский аэроплан. Это правда. У него был механик Пьер Ланеро. Он прошел вместе со своим командиром всю войну. Первое время они даже летали вместе, на кадроне. Это был удивительный дуэр. Когда они летали на аэроплане «Кадрон», жесты помогали им понимать друг друга. Они не могли переговариваться. Слова заглушал рев мотора. Пилот должен был поддерживать связь с наблюдателем или стрелком, вторым членом экипажа. Они сообщали жестами, например, «Внимание, там что-то есть. Осторожно, самолет противника. У нас проблема с левым мотором». Если нужно было обратить внимание на приближающийся самолет противника, делали вот так. А так показывали, если возникала проблема с двигателем. Посмотри вниз и другие ситуации, которые требовали внимания. И, по-другому, есть жесты между кораблями. На счету Павла Аргеева к июню 1916 года уже семь сбитых немцев. Кавалер Ордена Почетного Легиона. С военным крестом на груди, Аргеев не мог не вызывать повышенного внимания к своей персоне. Тем не менее, так и не стал своим в эскадрилье. Впрочем, это обычная судьба русского человека за рубежом. Это типичный, но очень редкий нагрудный знак русского пилота. Его носили все пилоты императорской армии на левой стороне своего мундира. А это погоны старшего лейтенанта, то есть младшего офицера. Однако знак на погонах говорит о том, что этот офицер был пилотом. А это погоны, которые мог носить Аргеев. Это русские погоны, но со знаками французского авиатора. То есть это погоны русского истребителя, сражавшегося во французской авиации. Это очень редкая вещь в моей коллекции. В октябре 1916 года капитан Аргеев восстановлен в рядах русской императорской армии в звании штабс-капитана. Домой он возвращается не с пустыми руками. Вместе с ним прибывает подарок от французов. Ньюпор-17 последней модели. И запасной мотор к нему. Павел Аргеев сражается на русско-германском фронте. Он назначен в боевую группу, которой командует лучший летчик императорской России АС Александр Казаков. Пилоты быстро сходятся и часто патрулируют вдвоем. Эта пара сдружившихся офицеров представляла большую опасность для противника в воздухе. Однако на земле, по отношению к поверженному противнику, они вели себя по-рыцарски. Первая мировая война как раз она еще позволяла быть рыцарем в определенном смысле, если насколько возможно быть рыцарем на войне. И когда летчики сбивали своего врага и садились рядом с ним на поле и брали его в плен, то это был рыцарский поединок. Они отдавали свое оружие, не сопротивляясь, склоняли голову перед своим победителем. И когда прибывали в часть, там, на аэродром, приводили пленного летчика, ему делалось... Он садился рядом со всеми. Рядом со всеми победителями. Вот было какое отношение. Во время одного из вылетов Аргеев в паре с Казаковым обнаружили двухместный альбатрос. Австрийские лейтенанты Виттен и Бодет так увлеклись фотографированием русских позиций, что прозевали атаку русских истребителей. Альбатрос рухнул на ничейной полосе. Экипаж был пленен пехотинцами. Сбитым летчикам тут же оказали первую помощь. А когда наши асы приземлились, несмотря на боль и горечь поражения, австрийцы отсалютовали русским коллегам и поздравили их с блестяще проведенной атакой. И это был не просто комплимент. Отверстия от 60 пуль в кабине говорили о кучности стрельбы. Приборы управления были разбиты в дребезги. И лишь по счастливой случайности австрийские офицеры остались живы. Если пилот разбивался на своей территории, то часто во время похорон над кладбищем появлялся самолет пилота-победителя, который покачивал крыльями, знак уважения поверженному противнику. Нередко в этот момент возле могилы падал в венок, точно сброшенный победителем. Конечно, мы немного играли в рыцарей, но у нас это неплохо получалось. Не правда ли? Мы знали имена своих противников и сразу узнавали их самолеты, так же, как они наши. Сбитый летчик становился твоим пленником на целые сутки, как поверженный на турнире рыцарь. И никто не имел права отвезти твоего немца в лагерь для пленных, пока не был соблюден этот ритуал. Моя родина – легион. Таков девиз иностранного легиона. Для Федорова, так же, как и для Аргеева, легион не мог стать родиной, так же, как и не могла стать родиной Франция. Она оставалась для них лишь радушной хозяйкой, не более того. Генерал Жофр, будущий маршал Франции, представляя Федорова к званию старшего лейтенанта, написал в приказе «Вы удвоили славу, покрывшую славу Верденской армии. От имени этой армии благодарю вас за оказанную помощь Франции». Во французской прессе Федорова назвали «воздушным казаком Вердена». Французы тем самым ему дали казак не потому, что он был казаком, а они назвали его казаком, потому что он по душе был русским, человеком степей, то есть свободной души. Теперь и для России Федоров становится не беглым социалистом, а национальным героем. На счету Федорова, как и у Аргеева, будет семь сбитых самолетов. Вскоре после вручения военной медали удача изменила русскому пилоту. В одном из боев он был стремительно атакован тремя фоккерами. Несколько минут, и нога раздроблена. Ему стоит нечеловеческих усилий дотянуть до французских окопов, но машину на изрытое воронками поле он посадил с изяществом. Дружище Пьер жив, у механика ни одной царапины. А вот рана пилота опасная, ему грозит хромота, вряд ли удастся сохранить подвижность коленного сустава. И тогда его отлучат от неба. Но французские хирурги делают чудо. Он снова сможет летать. На госпитальной койке Федорова не покидает мечта о возвращении на Родину. И тогда французское командование отправляет его в Россию, как французского офицера. Он встречается с великим князем Александром Михайловичем, командующим русской авиацией и дядей царя. И тот дает ему слово, что его не подвергнут политическим репрессиям. Это тоже случай уникальный. Федоров был единственным из русских политических, кто смог вернуться на Родину до революции. Но он был блестящим летчиком, знаменитостью. А его боевой опыт был необходим молодым русским летчикам. К тому же за него поручился член императорской семьи. Ноябрь 1917 года. В Архангельске иностранные войска. В Питере большевики. А Павел Владимирович Аргеев получает Георгия четвертой степени. Он один из последних георгиевских кавалеров в Старой России. Вроде бы Аргеев с белыми. Но в действительности сам не знает, чью же сторону ему принять в гражданской смуте. Он был солдатом-фронтовиком, а не политиком-теоретиком. Фронтовик думает иначе, чем теоретик-революционер. Он видел все то, что несет с собой русская революция, как французская революция принесла в 1789 году. В них было много общего, кровь и преступления. И он был потрясен увиденным. К тому же во Франции остались его боевые товарищи. И он был летчиком. Павел Аргеев вернулся во Францию, которая с радостью приютила его. Здесь ясно, кто враг. Во Францию вернулся и Виктор Федоров. Федоров снова вступает в бой с противником. Теперь уже на самом современном истребителе того времени на спаде. Его боевая группа расквартирована рядом с элитными аистами, где сражается Павел Аргеев. Федорова награждают орденом Почетного легиона. Теперь он пример патриотизма, храбрости и преданности. Образец духа, мужества и упорства. Так и написано в приказе о награждении. Эскадрилья Аисты, где Аргеев и Федоров служат вместе с лучшими пилотами Франции, ведет воздушные бои в небе над Реймсом. И тут командир эскадрильи Дегеймар приказывает нарисовать на фюзеляжах портрет Жанны Дарк. Ведь Реймс был отвоеван французами, вдохновленными Жанной. Жанна Аргеева с бортовым номером 19 летом 1918-го сбивает еще двух немецких птичек, двух местных разведчиков. В октябре еще двух, причем дуплетом за один боевой вылет. 30-го октября Аргеев вогнал в землю своего последнего Боша на той войне. Они не просто так взяли по путевке и приехали во Францию. Они скрывались от правосудия. То есть это уже был конфликт с властью. То есть это люди неординарного мышления, которые тем не менее остались патриотами своей страны. И неважно где им было защищать свою страну. На Западном фронте, на Восточном фронте они везде были патриотами. В октябре 1918 года Федорова атакует три Фоккера. Раненый он едва дотягивает до аэродрома. Сажает свой нашпигованный свинцом спад и теряет сознание. Героя отправляют в тыловой госпиталь. откуда он выписывается уже после окончания войны в январе 1919 года. Подписанный вскоре мир принес рыцарям небо чувство хорошо сделанной работы. Но что делать в новой мирной жизни они не знали. это я и мне 23. Я был одним из тех немногих кто выжил на той войне когда улеглись первые восторги от того что я уцелел понял зря все это было наверное от той войны остались только ночные кошмары даже резки на груди. все что мне осталось в этой войне. Франция выиграла войну а Россия вышла из нее после подписания сепаратного мира с немцами в Брест-Литовске. В грандиозном параде на Елисейских полях в июле 1919 участвовали все союзники американцы итальянцы французы бельгийцы англичане все кроме русских это было личной драмой русских солдат которые остались верны своей присяге и своему государю у них были знамена которые они сохранили но им так и не разрешили пройти вместе с остальными своими боевыми товарищами среди приглашенных глав государств на это величественное мероприятие военный парад была и Мария Федоровна книжна которая плакала о том что не было России в рядах победителей, прошедших на этом параде. 60% погибших в этой войне были русские. И таким образом уже советская Россия, она в определенном смысле потеряла связь с историей. Герой войны Виктор Федоров заболевает чахоткой. Тоска по дому, чувство ненужности в чужой стране – все это мешает жить. В мае 1919 года он умирает. Его прах покоится на кладбище в городе Сен-Клу. Там, в небе, все было так просто. Это враг, а это свой. А потом, свои в мирной жизни бывали хуже божьей. И все же я был счастлив, что воевал. И продолжал верить, что небо не создано для убийства. После войны Павел Аргеев прожил еще ровно 4 года. 30 октября 1922-го его почтовый самолет румынской авиакомпании, куда он устроился на службу, совершал регулярный рейс по маршруту Прага-Варшава. Пролетая над Татрами, пилот попал в густой туман и врезался в гору. Наверное, я и Федоров, и Аргеев, и многие другие надеялись, что это последняя война. Мы ошиблись. Через 20 лет я вновь летал, уже на более быстрых самолетах. И вновь стрелял из еще более точных пулеметов. Кресты на крыльях моих старых врагов поменяли форму. А от былого рыцарства не осталось ни следа. Через 4 года, после Второй мировой войны, я умер от полученных ран. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok